Это моя трудовая книжка. Я больше никогда... Здарова! Это успешный трейдер-шоу. И прошу прощения, что долго не снимал свое шоу. На то были достаточно веские причины. Как вы помните из прошлого ролика, мне пришлось отстоять свое право за остров. Но для этого мне пришлось встретиться с несколько мировыми лидерами. И в ходе переговоров, мало того, что оказали они мне, конечно же, свою помощь, они также инвестировали в мой проект определенную сумму средств. Вот, пожалуйста, вам доказательства того, что я встретился с Меркель. В ходе переговоров Германия оказала мне посильную и непосильную помощь и также помогла деньгами. Следующая фотография, это уже не Меркель, как вы понимаете, это Дональд Трамп. И, безусловно, мы с ним тоже сделали переговоры, он тоже немножечко вложил срез. О, тут фотография твоей мамки делает. Я не знаю, как она сюда попала, извините. По традиции мы будем торговать у брокера Амаркетс, ссылка на который будет в описании. Посмотрите, неплохой брокер. Итак, что же мы будем делать? Вот у нас есть индикатор под названием Bulls. Это встроенный индикатор в MetaTrader 4. И, безусловно, мы здесь видим определенное распределение. О том, как понимать и читать этот индикатор, будет сказано чуть позже. Но пока на данный момент важно нам запомнить определенную штуку. Если эти столбцы уходят вниз от нулевой точки, это означает, что в рынке доминируют медведи. Соответственно, это сигнал на определенную продажу, как нам говорит Элдер. Итак, здесь мы сейчас будем торговать. Будем заходить на всех активов одним лотом. Так, здесь, как мы видим, продаем евро-доллар. Покупаем. Новозеландец. Здесь мы видим, что у нас медведи ослабевают, и каждый последующий столбец становится выше. Здесь у нас сигнал не на продажу, здесь сигнал, наоборот, на покупку. Покупаем. Австралиец. Продаем. Фунт. Покупаем. Канадец. Канадец. Продаем. Йена. Йена. Что у нас в паении? Не спорный момент, но давайте все-таки купим. Итак, оставляем наши сделочки буквально на суточки, и через сутки мы с вами вернемся и посмотрим, сколько в этот раз удалось нам заработать. Как вы видите, прошли уже сутки. Это экстренное включение. Надо срочно закрывать все свои позиции, иначе большая вероятность вообще выйти ни с чем из рынка. Сейчас я закрою все свои позиции и объясню некую логику, почему я делаю именно так. Итак, за сутки мы заработали 150 долларов, как вы видите. Конечно же, нужно упомянуть, что этой ночью доход по этим позициям был примерно полторы тысячи долларов. Но я не смог закрыть, потому что в это время я был с телочками. Пришлось вот закрыть сейчас, и как вы видите, мы получили доход в 10 раз меньше. Но это все равно доход. Это неловкий момент, когда в ходе своего шоу ты пытаешься три раза подряд слить, и три раза подряд у тебя не получает. Ну и пока я не стал разговаривать про индикатор Bulls Power, хочу сказать, что спонсор данного выпуска компания Amartis, которая недавно прошла аудит достаточно солидной компании. В ходе этого аудита, конечно же, выяснилось, что компания платежеспособна и не имеет серьезных обязательств перед своими клиентами. То есть у них нет так называемых, возьмем кавычках, кассового разрыва. Ссылка будет на статью и на брокера в описании. Данный индикатор представляет из себя определенную гистограмму внизу. Здесь мы можем выбрать, так сказать, свойства данного индикатора и можем выбрать определенный период. То есть здесь мы указываем период, который появился бы, если бы мы поставили Exponational Moving Average. То есть посмотрите, как это работает. Вы видите здесь Exponational Moving Average с периодом 200. Давайте я сделаю ее более жирной, для того, чтобы более детально вам посмотреть. И разница между минимумами, либо максимумами определенной свечи и до этого индикатора отображается вот здесь. В этом индикаторе. То есть, по сути дела, мы смотрим вот это расстояние между индикатором и ценой. И, соответственно, чем оно больше, тем ниже, либо выше будет определенный индикатор. Если мы говорим о силе медведей, то с точки зрения индикатора нам следует покупать, когда, разумеется, определенная машка, то есть Exponational Moving Average, пересекла скользящую среднюю с определенным периодом. И в таком случае, если она пересекает сверху вниз, у нас образуется столбик здесь. То есть столбик. Данный индикатор разработал Элдер. И, в общем сказать, по части около рынка, пожалуй, Элдера явно не переплюнет ни Герчик, ни Артем Звездин, ни Глеб Задоя, ни Иван Ковальзайцев. И, в общем-то, никто. В чем хорош данный индикатор и в чем он плох? Плюсы данного индикатора. Вам не нужно смотреть до определенной графики и определять расстояние. Чем, соответственно, выше цена от определенной скользящей средней, тем больше возрастает у нас вероятность разворота. И тем больше это указывает на силу определенной цены. Где здесь логика, спросите вы меня? Очень проста. Если это происходит на начале, мы видим, что у нас индикатор повышает свои максимумы. Это означает, с точки зрения данного индикатора, что быки у нас набирают силу. Но, разумеется, рынок не может постоянно расти. Рано или поздно рынок будет идти в сторону нашей скользящей средней, то есть будет потихонечку разворачиваться. Что происходит в будущем? В чем минус данного индикатора? В том, что он трендовый и, скорее всего, во флете вы будете терпеть определенные убытки. Для примера откроем вот этот участок рынка, который продолжался у нас примерно трое суток. Как вы видите, во флете все трендовые индикаторы, будь то Moving Average, MACD, либо какие бы то ни было еще, они всегда сливают. В общем-то, во флете у нас многие индикаторы сливают. Практически все, за исключением RSI, наверное, и стахастика, которые как раз-таки предназначены для определенного флета. И, разумеется, разумеется, здесь, как вы видите, у нас есть сигнал на покупку, на продажу, на покупку, на продажу. Вполне вероятно, что весь свой депозит, который мы заработали на вот этом красивом, как нам кажется, движении, мы бы потеряли вот в этой точке. Стоит ли использовать данный индикатор? Конечно же, лучше его не использовать, поскольку вы не видите сути рынка. Поставьте скользящую среднюю по классике и посмотрите, как она отбивается. Следующий момент, иногда скользящие средние дают отскок. Такие скользящие средние, которые являются крупными, например, 200, 1000, 33 и так далее. То есть, те скользящие средние, которые пользуются большинством. Почему это так работает? Потому что на скользящие средние есть определенные интересы покупателей или продавцов, если этот индикатор используется большинством. В данном случае, в данном случае 200-я машка, 233-я тысячная, она используется очень многими ребятами. И вполне вероятно, что от их, так сказать, ордеров рынок и будет как-то отпрыгивать. Что случается, но случается крайне редко. Тем не менее, если же вы будете использовать индикатор BOOLS, конечно же, вы не увидите никаких разворотов. То есть, вам не будет ясно, разворот это, не разворот, и что вообще, в принципе, происходит. В оконцовке можно сделать вывод. Ребята, торгуйте price action, торгуйте уровни. Индикаторы – это куром на смех. Всем удачи, зарабатывайте!